Всем привет! В этом видео уроке я хотела бы вам вкратце рассказать, как я связала вот такую замечательную шапочку, совушку, на ребенка 2-5 месяцев. Она вот такая на шнурочках, закрываются ушки, не слишком длинная на лобик, чтобы не закрывали глазки. В общем, вязала я ее на двух спицах. Сначала набрала нужную мне окружность головы и связала буквально рядочков 7-8 лицевой гладью. Просто лицевыми петлями с лицевой стороны и изнаночными петлями с изнаночной стороны. Затем перешла на платочную вязку и, поделив напополам полностью мое полотнище, я взяла с первой половины 6 петель и со второй половины 6 петель. Раппорт узора моей совы был 12 петелек. Вот, как вы видите, по бокам я вязала платочную вязку, ровно по серединке вязала сову. Когда у меня набралась нужная высота шапочки полотно свое, я поделила, получается, на две части, но каким образом? У меня первая и третья часть заняли, как бы, если в сумме их, то по петлям как средняя часть. То есть я вот таким образом, как бы, сшила не пополам просто, а как бы на три части и две части вот сшила, получается. Затем, после того, как я сшила вверх, я сделала вот такие по бокам прямоугольнички кисточки. Вдела по несколько ниточек в уголки и завязала узелочки. Так легко я сделала кисточки. Затем пришила совушки глазки и перешла к вывязыванию своих ушек. Ушки я вывязывала отдельно. Каким образом? Я набрала в последнем ряде лицевой глади, набрала воздушные петельки отсюда. И с них, у меня здесь их 11 штучек, ширина 2-4, где-то приблизительно 5-6 сантиметров ширина ушки, ушка моего. Я провязала, затем с обеих сторон убавила несколько раз и обвязала крючком. Точно так же и с другой стороны. Затем сделала вот такие шнурочки, вкрученные. Они у меня есть в предыдущих видео уроках, записаны. Смотрите, как я делала. Сделала шнурочки и у меня получилась вот такая замечательная шапочка. Если вы хотите связать без ушек и просто вот такую шапочку на взрослого человека, берете, рассчитываете петельки. Каким образом? Тоже можете посмотреть в предыдущих уроках. Я вам рассказывала, как можно правильно рассчитать, исходя из вашей пряжи и размеров. В общем, рассчитываете. Затем смотрите, как вяжется узор сова. Располагаете ее ровно посерединке шапочки. То есть делите напополам ваше полотнище. И берете с обеих бочков по 6 петелек. Вот она ваша сова. Либо можете взять не по 6 петелек, а более. То есть получится более крупная сова. Тогда рапорт узора сова, ширину, если будете увеличивать, то высоту, соответственно, тоже увеличиваете. Для того, чтобы она была пропорциональна и красиво смотрелась. В общем, она вяжется очень легко, очень быстро. В течение буквально там полутора-двух часов небыстрой вязки вы ее свяжете. В общем, я надеюсь, что вам понравилось. Что будет непонятно, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok